всем привет привет а сегодня мы походим по рынку кола навел нас на это место наш подписчик александр саша дзеньки-чевельки за это интересное место рынки в польше называют базарами это для тех кто будет что-либо гуглить так вот базар кола из разряда мыло и повидло как называют рынке такого толка местные расположен он по адресу обозова 99 куда мы легко ну всего там шесть километров добрались за полчаса на велосипедах от пкп охота от почонга от электрички поехали не от дома ибо погодка нынче выдалась пасмурная и раскатывать совершенно не хотелось зато образовалось немного свободного времени которые решили провести с пользой на подъездах к этому базару обнаружился не менее интересный базар олимпия по которому мы с вами погуляем вот только дождемся хорошей погоды но вернемся к сегодняшнему сюда легко добраться на общественном транспорте автобусные остановки расположены прямо возле входа ну координаты мы по традиции оставим в описании очень плохо что сегодня сдалась погодка да и поздновато мы приехали сюда как мы слышали край муха гуляя по рядам нужно приезжать утром воскресенье наверное в это время здесь вообще шикарно ну ладно что есть то есть даже несмотря на то что мы припозднились и хмурая погодка глазу есть где разгуляться огромное количество интересных вещиц всегда будоражит какие-то ностальгические струнки и это дает дополнительный импульс ногам так что можно без устали ходить и ходить и ходить и ходить да при полном заполнении рынка продавцами я смело могу предположить что на этот блошиный променад здесь нужно смело отвести два-три часа рынок очень атмосферный и так что тут предлагается да легче перечислить чего тут нет посуда статуэтки гильзы от снарядов шашки ружья известный во всем мире польский фарфор ну ковры и мебель впрочем смотрите сами а мы пока расскажем про этот базар и поделимся впечатлениями базар находится вдалеке от центра города и туристических маршрутов то есть цены тут вполне вменяемые в отличие от ну например того же измайловского рынка в москве где в основном идет заточка под туристов где полно иностранцев ну и торгуют там каждый в своем русле как упоминал ранее этот рынок выходного дня куда лучше всего приезжать в воскресенье в интервале с 8 до часу дня мы были воскресенье около двух дня и застали начало активного сбора продавцов по домам вот на рынок для зрителей покупателей бесплатный многие относятся к ярмарке антиквариатов пола как к месту воскресной прогулки среди предметов с душой иногда здесь можно встретить известных актеров и художников однако несмотря на то что блошиный рынок это рынка выходного дня он работает и в будни так с 1970 года по понедельникам тут работает зоологический рынок перенесенный из-под моста понятовского очень интересное место про которые мы расскажем в следующих роликах во вторникам и пятницам здесь торгуют овощами и фруктами ну а в субботу и воскресенье тут царит атмосфера антиквариата раньше в 70-х годах этот рынок находился в центре варшавы на рыночной площади в маринштадте это место где мы учились на языковых курсах и она мелькала в наших предыдущих роликах затем в 90-е года этот базар был перенесен на стадион олимпия варшава настоящее время возле этого стадиона на рынок работает до сих пор про это говорили в самом начале варшавы варшавы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Многие продавцы имеют свои интернет страницы Поэтому, проведя исследования на тему заинтересовавших вещей, можно сделать анализ цен уже там А на месте активно поторговаться К тому же, стоит поискать аналогичные вещи на Allegro Интернет-аукционе у нас был ролик про него Ибо цены, выставленные на коле, могут существенно отличаться от цен в интернете Тем более, что продавцы выставляют желаемые цены на предметы антикуриата Кроме продавцов, на рынке есть и коллекционеры, которые выставляют свои достижения для обозрения И не прочь обменять свои предметы на что-либо другое, имеющее для них ценность Ну, также есть и продавцы, у которых всего за несколько злот можно купить товары, не являющиеся антикуриатом И не представляющим никакой ценности Ну, так называемое барахло Ну, корабль проходит Девайн Продолжение следует... 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 Продолжение следует...